Лекция будет посвящена основным этапам становления инструментального письма, прежде всего европейского, конечно, инструментального письма. И о чем, собственно, лекция? Предметы у лекции два. Это, собственно, история инструментов, какие-то основные ее лекции, и история инструментовки, то есть применения этих инструментов, так как отделить одно от другого невозможно. Потому что музыкальный инструмент является музыкальным только в силу его применения в музыкальных произведениях. Как вы, думаю, отлично знаете, какие-то инструменты, будучи инструментами бытовыми, примененными музыкально, в опусе становятся инструментами музыкально. Ну, допустим, молок шестой симфонии Малера, я беру классические произведения, не переходя к авангарду, то есть к авангарду у многих разные отношения, беру классику. Тем не менее, то есть там можно найти, когда немузыкальный инструмент используется в контексте музыки, является в данном случае естественным инструментом музыкальным. Зачем нужно изучать историю музыкального инструмента? Так как, на самом деле, без знания прошлого, без опыта прошлого, невозможно войти в будущее. То есть прошлое для нас интересно не тем, что оно было и прошло, такое прошлое для нас, собственно, и не важно. Прошлое для нас важно то, которое является настоящим. Ну, как, допустим, там, Фауст Геоте, это не беса 19-го века, это начало 19-го века, это беса современна. Просто она была написана в начале 19-го столетия, потому что она по-прежнему оказывает влияние на выбор будущих людей. А значит, это наше настоящее. Именно для этого нужно изучать прошлое, так как прошлое дает опыт для движения вперед. Как вы уже поняли из первой лекции, история музыкальных инструментов насчитывает примерно 40 тысяч лет. То есть практически в 10 раз больше, чем тот временной промежуток, который отделяет наши дни от строительства египетских пирамид. Десять раз. А самая древняя цивилизация на Земле, ныне обнаруженная, это цивилизация Анатолий, город Чаталхи-Юг, а датируется 76-м веком до новой эры. То есть в данном случае получается от нас до пирамид ближе, чем от пирамид до Чаталхи-Юг. То есть получается колоссальный, кажется, вот этот интервал. Для нас пирамиды предельная древность, а для эпохи пирамид, то Чаталхи-Юг был еще древнее, чем для нас пирамиды. Так в совокупности от Чаталхи-Юг до наших дней в 4 раза меньше, чем в истории музыкальных инструментов. Фиксированная, та, которую я веду, от флейты, да, это найденная иконами, которую я вам показываю. Но я уже говорил вам, несколько раз повторял эту идею, что безусловно датировать появление первой музыкальной практики вообще невозможно. То есть это абсолютно только человеку, такому далекому от истории и дикому формалисту, может прийти в голову, что именно эта флейта является первым выпускальным инструментом. Ну, это невозможно. Абсолютно невозможно, слишком сложным музыкальным инструментом. Таким образом, это происходит переосмысление вот этой идеи, которой особенно с более старшим поколением здесь сидящих привыкло, да, к базе взаимоотстройки максистской, ну, то есть нужно ее перевернуть с ног на голову. Ну, как Макс перевернул Гегеля, да, с ног на голову, нужно Гегеля назад на ноги поставить, это будет ближе к практике. Конечно, это саморазвертывание духа, только в менее картизианском смысле, в энергетическом смысле. Когда же появилось осмысление этой практики? Вот это очень важно. Несмотря на традицию в 40 тысяч лет, а я уже говорил, что, скорее всего, и сотню дадим, это будет слишком мало, когда в камни начали скучать. Осмыслять исторические феномены начали очень быстро. Собственно, первым человеком, который предложил более-менее адекватные методы исторического анализа предчаствующих эпох, был Гегель Дильды, живший в конце 19-го, начале 20-го века. В конце 19-го он создает свою работу введения в науке о духе. Науки о духе – это наши науки, то есть гуманитарные, так они раньше назывались. И эта работа, в принципе, это как теория относительности в области физики. Это фундаментальная ее роль, роль просто колоссальная. Она изнана на русском языке, кто захочет, может почитать. Хотя, честно-честно скажу сейчас, оценить ее новацию самой работы сложно. Но нужно понимать контекст исторический. В ней вы ничего, навряд ли, нового не найдете. Просто на ней вызрело наше понимание. Так вот, в чем суть реформы Дильдля? В том, что до него к истории, в том числе любой, музыкальной, применялись подходы. Это либо была часть литературы, ну там, не знаю, какой-то монгутский история в ритме. Но это не история, а литература, просто литература. Либо частью бытового дискурса, типа дед рассказывал. Либо частью естественных наук. То есть, когда к истории были попытки применить к любым гуманитарным наукам, не только к истории, методы доказательства путем экспериментального повторения. Но это, мягко говоря, несостоятельная методология в применении к гуманитарным наукам. Либо философский подход, он, конечно, будет всегда лучше всего, но философия утрачивает историческую конкретику. А слишком по общему, говорит, выходит. То есть, в данном случае, конечно, я преклоняюсь перед работой в Гегеле, но там нет никакой конкретики. Это не есть историческая, это не есть история. Это и философское, и ее осмысление замечательно, но это и не история. С этим работать сложно. Так вот, дильты впервые выводят простейший для современного, как бы, человека метод, метод геройной артиты. Метод в чувствовании, как он писал. То есть, он говорит, что важно не то, что это значит. Значит, что-то может лишь конкретную эпоху для конкретных людей. Нет некого майнстримного смысла. А так как мы тоже являемся людьми, если мы представим себя живущим в ту эпоху, хорошо изучим эту эпоху, то мы сможем почувствовать ту смысловую связь, которая была в эту эпоху. Метод рациональный, согласен, но его нельзя проверить с точки зрения естественных наук. Но это метод, который вводит принципиально новое явление, явление германертики, то, чем все мы занимаемся ежедневно, то есть метод интерпретации. То есть, если я человек, вар человек, если я музыкант, если я знаю хорошо эту эпоху, я могу вжиться и сыграть этап не так же, но близко. Вот в чем суть прихожего Дильтея метода. И именно с этой даты, с выхода работы Дильтея, появляются собственно исторические науки. Впервые в области инструментов. Это появляется в книге Карлса от 20-х годов, посвященная этапам становления инструментального письма. А в России это вот такая потрясающая книга, если сможете достать, конечно, почитаете, да? Трактовка инструментов оркестра Веприк. Она, к сожалению, редкая книга. Ее очень хвалил Дмитрий Дмитрий Шостакович. Веприк, по сути, у Карлса на самом деле подход еще ползинтельский. Понимаете? А Веприк – это первый человек, применивший теорию относительности в области инструментов. То, что я вам рассказывал до первой лекции. У Библика есть совершенно потрясающая система доказательства. Он берет аналогичное построение из Тристана Омара и аналогичное построение в Пахте Велочей или там-а-а-там из Шахерезада Римского Горска. Ну, кажется, что может быть более полярного, да, чем Николай Андреевич и Лихард Вадон с другой стороны? А он показывает, что несмотря на то, что звучит совершенно разная музыка, в итоге, да, по факту, написан тот же регистр, те же средства используется, ароматизация, тот же инструмент и так далее. То есть по всем параметрам инструментовки, если рассматривать его как статический феномен, как это рассматривал Берлиоз, да, у флейты темпур такой-то, в лончании флейт темпур такой-то и так далее. Должно звучать одно и то же, а звучит совершенно разная музыка. Музыка Горска и музыка Вадон. Что это значит? А это значит, что важен не регистр, не темп, а важен контекст. То есть музыку исполняет не компьютер, ее исполняют живые музыканты, которые по контексту, по намекам, которые выстраивает автор, понимают, о чем эта музыка. То есть в чувство выводится, как писал Дейнгер. И исполняет ее именно так, как задумывалась она автором, и звучит совсем другая музыка. В данном случае виолончель звучит совсем не так же, как она звучит у Лагнера в том же регистре, примерно на том же самом музыкальном материале. Вот в чем филамент. То есть, оказывается, что у сыра и не в сыре, и не в языке, а между. Что между партитурой и исполнителем возникает этот филамент. А он между инструментом и исполнителем. То, что на самой этой виолончели нету никаких регистров, нету, оно все, да оно все есть, но оно вторично. А первично то, какое можно извлечься. А какое можно исходя из той музыки, которую написано. То есть, я уже вам сказал, почему не случайно, а эту фразу сказал в начале, то что музыкальный инструмент является музыкальным инструментом только настолько, насколько он использован в музыкальной практике. И в данном случае, то есть виолончель может быть и такой, какой использовал Форсаков, и такой, какой использовал Вагнер, и еще тысячи других способов. Нету фиксированного темпра. Фиксированный темпра может быть только у компьютера. То есть Эпли высказывает, по сути, идею относительности явления, а инструментовки как таковой. Ее именно системного значения. То есть мы, исполняя правильно или неправильно, да, откуда узнаем правильно или неправильно? Насколько это соотносит системный координат автора. А как мы узнаем систему координат автора? Изучая культуру, эпоху автора, изучая творчество этого автора и чувствуя себя. Вот логика, которую предлагают вебники. Прямой, по сути, наследник директора. То есть это иррациональный подход. Это не рациональный подход. Это иррациональный подход. Но с большим влиянием естественного интеллекта. Иррациональный не значит безумный. Вовсе не значит. Соответственно, так как я высказал эти идеи, ну можно предположить, что есть там вебник 30-е годы, что науки по инструментовке очень-очень молодые. Ей даже 100 лет лет. Это очень молодая наука. Однако датировать даже появление вот этих работ очень сложно. Ну да, можно считать изучение инструментовки от Дейбка. Хотя он не занимался литературалитом. Он философ и литературалит. Можно считать от Карса. Но у Карса, у него идея прогресс. У него идея прогресса такая же, как в естественных науках. То есть очень упрощает. Бах писал в музыку хорошо, Моцарт еще лучше, Бетховен еще лучше и так далее. Соответственно, сейчас пришел лучше себе. Вот. Эта идея прогрессивистская, она абсурдна. Исходя из первой лекции, вы это поняли, да? То есть в искусстве она не работает. В науке, да, работает, в искусстве не работает. В искусстве самораскрытие каждой эпохи. Да, то самое. А вот. То есть поэтому от Карса? Да нет, как-то не поворачивается язык считать от Карса. От Веплика? Да тоже, понимаете? Обе книги Веплика не раскрывают целопутность истории в языке. Это отдельные примеры. Это потрясающие прозрения, потрясающие мысли. Но это просто отдельные факты, выключенные из истории. Он не осмыслял историю целиком. Все последующие работы, так или иначе, либо рассматривают сугубо механистически, как это предлагал Берлиус. То есть, этот регистр такой-то, этот регистр сикой-то и так далее. Либо, опять же, рассматривают отдельные феномены. Есть очень интересная работа, но по отдельным способам. Целиком история инструментов не охвачена никем ни на одном языке до сих пор. Это еще предстоит сделать в будущем. Даже какие-то классические работы, типа Samuel Adler's History Registration, принятая во всех вузах европейских. Я ее переводил, я ей как бы пользуюсь на уроках. Но это техническая работа. Это технологическая работа. Как делать, чтобы у человека хорошо? Для студентов очень здорово. Но она не дает никакого осмысления философского. Более того, она выказывает пристрастие автора, типа, дальше рядом и не ходи. Хотя этот человек учился у Паули Химберута. И он еще живой. В очень преклонном возрасте. Соответственно, сейчас попробую я поставить точки, которые могли бы быть опорными пунктами, в систематизации процесса развития инструмента. Это будут отдельные точки. Можно поставить другие, но дай Бог, что они в принципе будут. Что можно какую-то эпоху считать началом использования той или иной инструментальной практики. Прежде всего говорю европейской практики. В азиатские не полезут страны, потому что это, ну никакой лекции уже не хватит, никаких объемов. Я затрону сейчас Египет, как первую культуру, наиболее повлиявшую на последующее становление европейской музыки. Античную Грецию и уже дальше по пунктам Европы. Прям совсем Европе. То, что называется европейским оркестровым письмом. Инструментальным письмом. Что, собственно, Египет нам дал? Что живет по сей день? Египетское дело в том, что цивилизация, она очень хорошо описана. Описана причем исторически в эпоху самого древнего Египта. Она, благо дело, существовала очень долго. И там была хорошо развита письменная культура. Поэтому там буквально каждый чип зафиксирован. И о музыке мы можем знать очень и очень много египетской. В эпоху древнего Египта уже складывается совершенно потрясающе сакральная функция музыкального искусства. Я не побоюсь привести такой пример, совершенно уникальный. Дело в том, что сколько просуществовала там египетская культура? Ну, примерно тридцать веков. Примерно тридцать веков. На протяжении этих тридцати веков музыка звучала всегда. Когда я говорю слово «всегда», подразумевается совсем всегда. Каждый час из этих тридцати веков. Потому что в храме исполнитель на сестре сменял один торго. Всегда было несколько храмов в ключевых, где горел огонь, всегда горел огонь, и где всегда звучал музыкальный. Прежде всего, сестру по гримушке. От латинского слова «трести» по тресушке. Это буквально написано. Вот такие музыкальные инструменты. Сейчас покажу вам. Вот. Изображена, собственно, богиня Хадхо и Вилку, вот сестра разная. Просто обычная погремушка. Почему? Потому что звук – это жизнь. А молчание – это жизнь. Кто смотрел, не так давно вышел замечательный фильм «Гзаветрайся», тот поймёт, что молчание – это жизнь. Мы можем сколько угодно спорить человек с человеком, но спорить с вакуумом без смысл. Это смех. Предельно нечеловеческое начало. Молчание воспринималось как смех. Любое движение воспринималось как проявление жизни или возможности зарождения этой самой части. То есть звук был сохранен, священник как таковой. Существовали в Египте… А музыкальное искусство было распространено настолько, что оно входило в базовые обучения. То есть все. Естественно, кроме рабов. Все, которые считались людьми, умели играть на музыкальных инструментах. Согранились даже титулы. То есть были дирижёры хоры. Совершенно в профессиях, умница такая, да? Имир Хесиу, то есть должность такая, да? Дирижёр хора, руководитель хора, проместер. Был бог в музыке. Ихи был сыном богини Хадхона. Да? Одного из ключевого божества – египетского пантеона. Было очень много арф, причём вот эти арфы, как вы видите, с головой фараона… Голова фараона демаркирует, а определяет здесь то, что эти арфы принадлежали царской семье. Ну, это не значит, что фараон на ней играл, он как сын бога. Маловероятно, что играл на музыкальном инструменте. Но дочери фараона уже могли играть на этих арфах. Изначально у них был строй без Бултона. Ну, просто легко вычислить, исходя из диапазона. Ну, то есть, если натянуть туда овечьей кишки, можно предположить, какие были арфы. То есть, изначально древняя музыка не знала Бултона, но более поздняя музыка, уже соприкоснувшаяся с античной Грецией и Римом, была с хроматикой египетской. Что интересно, наверное, будет для народников, то что в эпоху конфронтации Египта с семитскими племенами, Египет неожиданно приобретает большое количество струнных инструментов. Ну, вот, собственно, здесь. Людня изображена. Вот еще одна людня изображена, вы видите. Так вот, если семитические народы использовали эти инструменты сугубо как щековые пальцами, то в Египте впервые в истории человеческой культуры появляется племен. То есть, допустим, балалайка как таковая получается очень экстра. Наследница вот этой семитической традиции, естественно, очень экстра, потому что через сотни дистанций прошла. А вот добра или мандолина как инструмент наследницы египетской традиции, потому что только здесь стали использовать племен. Я не беру во внимание там китайскую, японскую традицию, да, это непересекавшаяся очень долгое время традиция. А Египет непосредственно повлиял на отечественную культуру. Вот чем интересен египетская культура. Что еще можно сказать об Египте? Ну вот здесь видно труба, то есть существовали инструменты струнные, деревянные руховые, медные руховые, ударные, и на медных уже с среднего царства начинают применяться судины. Вот что фантастично, да, то есть настолько развитая культура. А вот здесь вы видите черно-белая вот эта иллюстрация, это хейрономия, это дирижирование исполнителя. Так вот, мне никто толком так и не мог ответить на постоянно задаваемый вопрос. Зачем дирижировать одним флейтистом? Модной грамоты египетская культура не знала. Музыка была сугубо импровизационной. То есть понятно, что какие-то мелодии по традиции сохранялись, но не натягиваются никаким образом. Зачем дирижировать одним музыкантом, который импровизирует? У меня на самом деле есть гипотетический ответ на этот вопрос, некое предположение. Так как музыка выполняла сугубо ритуальное действие, то во время исполнения на музыкальном инструменте в момент культового действия нужно было читать молитву. То есть, если струнник мог это делать, то духовик это делать не мог. И ему жестами показывал, что нужно в данный момент играть тот, кто читал. В данном случае дирижировать. Поэтому мы дирижировали одним человеком. Иначе просто у меня нет других объяснений. А я общался с египтологами на эту тему, с солидными египтологами. Мне ничего толкового на это четко сказать. У них другие пристрастия, другие интересы. В область музыки они если и лезут, то не всегда компетентны. Египетская культура очень сильно повлияла на древнюю Врецию и древний Рим. То есть, если для Египта вот такие точки демаркации, я сказал, разделение инструментов первичное, струнные, духовые, использование плектра, использование сурдин и самое главное сакральное понимание искусства. То в Греции уже происходит совершенно потрясающий феномен. Дело в том, что в греческой культуре складывается потрясающее деление на духовые струнные. Я расскажу сейчас два примера мифов, чтобы вам стала понятна разница. Пропасть между духовыми и струнными в греческой культуре. Струнные инструменты, которые скопом в русскоязычной поэзии обзываются словом «лира». Ну, вы в переводах Гомера, Пиндера и так далее, Гесиода навряд ли встретите иное. Лиры нет. На самом деле, в античности для вот именно Лиры, которая вот с черепаха, обтянутой воловью кожей, да, было совершенно конкретный термин хэлес. Хэлес, да. Это был учебный домашний инструмент. Ну, это не концертный инструмент. А вот концертный инструмент это была либо форминга, такая, чуть побольше кефара. Либо, собственно, кефара. Кефар это концертный инструмент, который использовался в поединках музыкантов. Которые были очень престижны, эти поединки. Здесь не случайно изображены именно эти творчества. Везде это кефарет, аполлон. Кефарет, в переводе с античного, знает одни кефаристы. Это тот, кто играет и поёт одновременно. Какие мы имеем мифы относительно струн? Ну, это, собственно, прежде всего герметический миф, да, когда владенец Гермесу похищает стада Аполлона, братца своего. Братец очень долго не мог найти эти стада, потому что Гермесу, хоть он и был маленький, хватило ума вести их задом наперёд. Да, и копыт отпечатались в противоположном направлении. Но Аполлон всё-таки бог, и он оборужил эти стадаки. И чтобы, в общем, как-то отношения с братцем наладить, Гермес преподносит ему в дар инструмент хелес, сделанный из черепахи, а хелес, дословно, это и есть черепаха. Хелес и черепаха. А, он преподносит ему этот инструмент в знак признания дара, Аполлон наделяет Гермеса возможностью предсказывать будущее. До этого предсказанием будущего обладал только Аполлон. Знаменитый аргум в дельфах, это был храм Аполлона. Таким образом, то есть лира, а позднее кефара, становится не только инструментом Аполлона, но кефарет является одним из титулов этого божества. То есть сугубо Аполлоническое начало, если пользоваться дискурсом в Ленингранич. А вот что связано с духовыми инструментами? Ну и вот они наверху и находятся, да? А тут совсем другие мифы и совсем другие боги. По преданиям, Афина создает аваз, габой из двух трубок состоящих, исполняет музыку на этом области, на собрании богов, что сопровождается неудержным смехом, верой и обродиной. Престыжённая Афина уходит от богов и блуждает по лесам и полям, и неожиданно, сидя у озера, играя на области, замечает, как конечно искажаются её щёки, надуваются её щёки, как когда она играет на это подобном инструменте. Она выбрасывает этот инструмент и проклинает его. Этот инструмент находит фридейский пастух Марсий, начинает в него дуть, и из инструмента чудесным образом льются мелодии, созданные Афиной. Он, естественно, себя провозглашает великим мастером и вызывает на поединок всё того слоного бога Аполлона, который теперь играет на кефаре, у него есть кефар. И в этом поединке никто не может победить. Почему? Да потому что на самом деле исполняет музыку не Марсий, Марсий исполняет музыку, которую вложила в инструмент Афина. Бога с богом сравнить музы не могут, не могут выбрать, а дать предпочтение. Тогда Аполлон идёт на хитрость, такую нехорошую немножко хитрость. Он говорит, что последний этап будет состязания состоять в том, что нужно играть и петь. Ну, у Аполлона проблем никаких нету, да, он играет на основном инструменте. А вот у Марсе, будучи габаистом, возникли существенные проблемы. Поплатился он за свою дерзость серьёзно, да, но Аполлон собирал жильём с него шкулы. Вот. С этого момента Авлос становится инструментом культа Диониса. То есть, если лира, как инструмент, да, лира, отсюда происходит слово лирика, лирическая поэзия, аполлоническая, ясное начало, да, то от культа Диониса происходит, простите, драма, да. То есть, появляется театр, конфликтное искусство, драматическое искусство в прямом и переносном смысле этого слова. То есть, нет ничего более предельно далёкого, чем принимание струн над духовой инструментом в отечный пол. А флейта, вот там, видите, затесалось ещё флейта, сиринга, да, в российской культуре более известная, как флейта панов. Ну, извините, в пан тоже божество не висёл. Это он у орфиков стал, как бог всего, да. Вообще-то это, в русском языке есть хорошее слово паника, происходящая от этого божества, от прикосновения его, да. То есть, это божество страшное. Так что, духовые инструменты связаны с экстатическим началом. С началом. Почему? Слышно дыхание. Слышна сама жизнь, да, исполняемая иногда здесь. И отстранённое начало на струн, щепот инструментов. Кстати, на и форминге, и на кипале применялась также игра и имидиатор в обществе. Не только струн. Не только палец, но и имидиатор. Ну, то есть, предельное разделение духовых и струнных. Предельное их иное осмысление. Из одного выходит то, что мы сейчас знаем, как опера. Потому что античная драма, это не только породило драматический театр, но она породила и оперу как таковое. В эпоху Возрождения пытались возродить именно античный театр. А струнные породили то, что раньше образовал Аполлонический начал. Рационально. Потому что, естественно, Аполлон это не бог Солнечка. Упаси бог. Бог Солнца в Гелиус. Разница между Гелиусом и Аполлоном в том, что Аполлон светит там, где нужен, и там, где хочет. А Дилиус не может быть. Вот в этом принципиальная разница между олимпийцами и титанами. То есть, в данном случае, начало вот это духовое, оно в каком-то смысле титаническое, несмотря на то, что это Дионис. Дионис имеет очень глубокую связь с титаническим в отличие от олимпийца. Вот такие интересные параллели в области античной Греции. Что же происходит далее? А далее происходит следующее. В Греции появляется нотация. Хотя эта нотация еще нотация невменная. Поэтому она, естественно, расшифровке не поддается. Приду простой пример, что такое невменная нотация. Представьте себе любое стихотворение, которое вы хорошо знаете, да, и запишите его первую букву. Это очень хорошо поможет вам вспомнить порядок этого стихотворения, но абсолютно ничего не даст человеку, который не знает самого этого стихотворения. Это просто буквы. Поэтому невменная запись, мы не можем сказать, что она означало. ноту, мотив, мелодию, да, или целая конгломератная нотация. Она может все что угодно значить. И если нет перевода с невменного письма на письмо адр, чья традиция до сих пор существует, ну это по сути не шло. Это, 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 это карат, в прямом смысле этого слова. Хотя сохранилось таких фрагментов глубоко. Что необходимо сказать далее? Ну понятно, что с приходом христианства инструментальная музыка уходит в глубокий-глубокий андеграунд. То есть в церкви орган разрешается даже только в седьмом веке, и не надо путать с тем, что такое орган седьмого века, и с тем, что мы привыкли этим словом называть. Ну это, в принципе, это бедрогресс. Это не орган. Это орган с клавишами более толстыми, чем вот эта мышка. Естественно, играть на таком инструменте пальцами невозможно. На нем играли ударом кулака. Вот. И собирать более крупное, чем там, бам-бам-бам, да, на таком инструменте достаточно сложно. А реально органы начинают распространяться, вот такие органы, привитивные органы, начинают распространяться в XII-XIII века. То есть, по сути, то, что мы называем сейчас органом, появилось в XIV-XV века. XIV-XV века, не раньше. Я даже принес показать, я вам сейчас покажу. Самые древние из ныне существующих органов. И вот они так уж можно признать за орган. Вот это пристроено было в середину, посмотрите. Это Сьон, швейцарский городок. Орган из базилики де Валер. Орган постройки 1390-го года, ну, перестройки 1425-го. То есть, это эпоха Квадар-Ачанки. Это возрождение. До этого органов не было. Были, по сути, гидравлисы. По сути, гидравлисы. А гидравлис, это он в древнем времени был, любимый инструмент нейронов. То есть, получается, музыка будет в андеграунд, на очень-очень долгое время. И вот именно отсюда, с постепенным вырастанием из хорового письма инструментальной музыки, и нужно сакцентировать наше внимание. Первый человек, которого я могу с полной уверенностью, от которого начать считать инструментальное письмо, никогда в жизни не писал инструментальные мысли. Это пиратин-билинг. Школа Ноттердам. Человек, живший в 13-е столетие, творивший в 13-е столетие. Почему я так говорю? Потому что, во-первых, это первый композитор в истории музыки. Первый, в прямом смысле, или на композитах, а не автор чего-то там. Почему? Потому что композиция во всех языках мира, или почти во всех, означает искусство формы, искусство структуры. Он называется негармонист. Гармонист – это тот, кто нагармонит. Композитор называется тем, кто владеет формой. Композиция. Композиция, да. Схватит вау на чешском, да. То есть это во всех остальных языках так или иначе связано с словом композиция. Так вот, пиратир был первым автором композиции. А во-вторых, несмотря на то, что он создаёт только вокальную музыку, он демонстрирует слышание тембра. Впервые в истории. Фиксированное слышание тембра. А именно эту технику музыковиды называют техникой Штингталш. Что такое Штингталш? Представьте себе, здесь букву А, да, материалка, здесь букву В. А здесь наоборот, здесь букву В, здесь букву А. То есть на самом деле, если это исполнять на фортепиано, ничего не изменится. Будет дважды повторение одного и того же. Но при перенесении из одного голоса в другой, да, меняется тембровая окраска. Понимаете, что такой вокалист? Особенно в ту эпоху, когда не было там системной постановки голоса, да. У каждого была своя окраска. Она и сейчас есть, да, у каждого. И когда человек спел А, потом В, а этот В, потом А, это не было повторением того же самого. Это была переграска. Штингталш, да. Голос краска, да, краска, голосовая краска. И именно благодаря этому можно, первая верхом в нашем, уже европейском инструментальном письме, будет именно Пиратин Великий. Человек, который никогда в истории своей жизни не писал инструментальные сочинения. И неудивительно, наверное, что сейчас очень многие ассамбли играют его квадрубли именно инструментально. Например, кромосквартет играет его вещи как инструментальный музык. То есть это уже музыка, независимая от текста. Она совершенно как музыкальная композиция, чего не было, допустим, в лодке Розаики. Какой следующий этап? Следующий этап, это, конечно, эпоха Арснова, 14-й век. Там очень много авторов, я не буду называть всех, и они интересны, скорее, в свободности своей. Появляются впервые многочастные композиции. Именно композиции как выстроенная целая. Многоголосные, многочастные мессы. Ну, в частных, как пример, допустим, месса Гильёва да Вашо. Как пример. Хотя это не единственный пример. В чём суть, в чём разница многочастного инструмента? И это очень важно будет для дальнейшего инструментального письма. Если Ператин Великий помимо вот этих слышенья тембра ещё утвердил своим творчеством господство модусов, впервые появляются фиксированные виды. Правильно-то там не густо, шесть модусов всего, шесть вариантов этого ритма. Но сколько комбинаций может быть из этих шести модусов, да? Особенно при четырёхголосном письме. То в эпоху четырнадцатого века, в эпоху основы, появляется фиксированное ритмическое письмо, независимое от модусов. Автор уже не просто выбирает из шести вариантов, а пишет то, что он именно хочет. Складывается музыка ритмически такая, какую мы её знаем сейчас, или близкая. После крестовых походов, которые были в одиннадцатом веках, связывает или не связано спорный момент, я раньше аут активно связывал, но как факт всплывает большое количество музыкальных инструментов. Можно привязывать к походу в Иерусалим, можно не привязывать. Но как факт, они всплывают именно в этом ритме. Распространяется инструментальная культура, культура мини-занга, культура трубернов-трубадонов. И это активно поощряется придворными инструментами. Многие из них сами исполняют музыку на музыкальных инструментах. Высшие варианты, включая монахов. Таким образом, музыка существует без нормальной записи, но появляются ансамбли. Эти ансамбли называются консорты, называются консортами. Чем они интересны для нас? А тем, что они показывают, насколько музыка той эпохи зависима от голоса, от хора. Консорты, естественно, при дворах богатых, формируются по принципу монотембленности. Ну вот, собственно, модное письмо. Вот не влюбленная аннотация, да? Вот письмо Пиратине Великого, вот там, это Лилий Валентинский. А вот музыка эпохи Валентин. Чем интересны консорты? Консорты интересны тем, что когда позволяли деньги у монаха, он собирал консорт монотембленности. То есть, что такое монотембловый консорт? Это, по сути, аналог хора только из инструментов составленных. То есть, допустим, пулистные трубы, то, что мы сейчас знаем по словам трамгон. От маленьких до больших. И они играют то же, что пел хор. Не было для них никакой специальной музыки. Поэтому они могли использоваться вместе с хором. Партии их не выписывались. Это сугубо автономное, комплиментарное явление по отношению к хору. То есть, хор есть нечто высшее. Это будет нечто, нет никаких ссоры ватт. Или добавка, или вот вовсе порядка. Были консорты естественные струны. Консорты Фидели. Или консорты, если как бы попроще такие, не имперские. Ну, они будут типа поп-лицепу просто духовой ансандры. Там флифлеиточки, там бомбарды. Или если этот консорт уж совсем такой простонародный, тогда кто-то начал много, тот на тот и играл. И удивительно, я вот как человек, который по прямой профессии это своей, именно как музыковед по лифонисту, у меня есть кровольная такая мысль, прям совсем кровольная. То, что в интервале люди начали слушать очень просто. Прям совсем просто. То есть вот эта музыка, которую мы сейчас слушаем как нечто целое, воспринималась как одна муриненно звучавшая энное количество музыок, которые слышались автономно. А. Подтверждение Кулитерского Яматета 13-го века, во-первых. А. Б. Подтверждение. Потому что, понимаете, слух человеку дан не для того, чтобы наслаждаться музыкой, а для того, чтобы зверушки в лесу не слушали. Прежде всего. Правильно? Когда это потребность. Понимаете, если, ну что такое интервал? Это дефект слуха, да? В принципе, для зверя. Если у вас два звука сливаются в один, то вас гарантированно сведят. Ну? Когда эта потребность исчезла, когда человек стал жить в городах культуре, появляется ультерирование определённых недостатков, что ли, которые становятся в остойности. Когда два звука порождают некий синтез, позволяющий по-другому это воспринимать, по-другому это слышать. А этим можно и объяснить очень странные явления. Ну, например, в песнях, в том виде, как они дошли эпохи трубодуров, да, там функциональность не меняется. То есть в самой песне мы можем услышать функциональность, а аккомпанемент там не меняется. Те инструменты, которые сопровождали это, не могли все эти функции выполнить, которые есть в мелодии. Что говорит, что это так и не слышалось. Слышалась отдельно песня и некий фон, сопровождающий шум, который, ну, это есть, слава богу, нету, но это и так можно. Вот в чем так будет. Принципиальное отличие, что мы эту музыку сейчас все равно не так скажем. Так же, как уникальность квадрубли и пиротина, это именно четверичность, да, как четвероевангелие, это четвероевангелист. Единая истина, которую мы слышим сразу с четырех концов. Это очень все, это же христианская культура, это нужно сугубо интерпретировать в контексте времени. Уж тем более в Соборе Матарна, который тогда в Соборне, да, одно из величайших творений на тот момент, да, это венец человеческой культуры. Что происходит дальше? Какая функция другого инструмента в эту игру? Сигналь, да, прежде всего сигналь. То есть радио тогда не было, нет, средств коммуникации таких винятных не было. Что было? Был коррельон, были трубы. Трубы могли возвещать, был рог индивидуальный у каждого, у женщин даже были, у родовиков, да, свой рог. То есть какая функция получается? В данном случае, в первом случае возвестить о пожаре, о нападении или о приезде высокопоставленного гостя. Это просто знакомые знаки, которые люди считывали по звукам, там, коррельон или труб. Труб могли возвещать, там, сбор на собрание, например, и так далее. А индивидуальный рог, это как визитная карточка, как зов о помощи. То есть в рог человек, если это убил, то он показывал, где он находится, да. И эти роги были, как правило, буквально, в смысле слова, рогами. То есть это были рога же в этом, как шофар, там, югдейский, да, но он до сих пор дожил в этом варианте. Вот она, она оказалась шофара, и был у каждого свой. Но любопытно было, что на роге даже не особо подготовленный человек может извлекать несколько обертонов, не будучи музыкантом. То есть у этих рогов был не только сбор и звук индивидуальный, у каждого была своя пакетка. Он показывал, что это именно он, а не кто-то другой. Вот таковая функция. То есть, с одной стороны, церковной музыки, как некое приложение, с другой стороны, автономная жизнь, вот в этой светской культуре, несколько странной, такой а-ля барбурская песня, которая Трубадоры и Майстер Зингера, с другой стороны, сигналы. И, тем не менее, везде, если позволяли средства, мы видим попытку копировать голос, попытку копировать хоровое письмо, то есть концерт. Что происходит дальше? В 15-16 столетии развитие музыки происходит прежде всего в области хоровой музыки. Это пламандская композиторская школа, пламандская школа полифонистов, или нидерландская полифоническая школа. Там, ну, столько было великих людей в это время, что, наверное, одна из самых глубоких эпох композиторов вообще в истории как таковой. И, на мой взгляд, вот если всё музыкальное европейское искусство вот делить пополам, а я бы не пополам, а три части бы делил, то вот первое это от пиротина, или, если кому угодно, от ноткера, заики, до эпохи Ласса-Полистри. А вторая начинается с появлением уже собственного инструментального письма и оперы, вытекнувшей эпохи. Которая закончилась, соответственно, во второй половине двадцатого лет, когда появилась третья практика. Мало кто ещё осознает, что сейчас реально третья практика. Когда говорят, что сейчас это не музыка, да, это не та музыка, ровно как можно сказать, что это не музыка об опере, если вы знаете только об истории. Это не музыка. Это совсем другая практика, да. То есть это одна музыка, это другая музыка. Та музыка, которая существовала с эпохи Монтеверди и кончила своё существование там в двадцатом столетии, сейчас это другая музыка. В полном смысле этого слова. Об этом, может, чуть позже скажу, если будет интересно. Что, зачем нам важна эта хоровая музыка, если мы говорим об инструменталистах? А потому что в ней складываются все типы фактуры, которые лягут в основу последующей инструментальной музыки. Это была не музыка, а а-ля Свиридов, да, для хора, когда всё четыре голоса там квадратные идёт. Я ничего против Свиридова я не имею, просто привожу пример. Просто обычно хоровая музыка воспринимается современно так, да. Что-то не нечто, что несёт текстовое послание, мелодия, гармонизация. Нет, это была сложнейшая по фактуре музыка. Там, говорит, тридцати двухголосные вещи, да. У Оки Герман, да, знаменитая тридцати двухголосная эта вещь. Не факт, что её он написал, но та эпоха гарантирована. Эта фактура ляжет в основу инструментального письма последующих эпохов. Чего не было в этой музыке, чтобы появилась инструментальная музыка? Не было тематизма. Понимаете? Когда есть тема, но нет ничего, кроме темы, темы нет. Понимаете? Чтобы была тема, чтобы мы сказали вот эта тема, должно быть то, что отделяет тему от не темы. Должно быть и тема, и общие формы движения. Вот этого не было в этой музыке. Была вообще только тема. Хоровое письмо нидерландское, это отдельная тоже тема для разговора. Его вообще никто не понимает. Потому что не хотят изучать культуру того времени. Не понимают, что главной дисциплины тогда было после теологии, естественно. Алхимия. И так, если мы будем понимать, что такое алхимия, мы поймём, зачем писались Месселы на тему Львова Райда. Вот пока мы этого не знаем, мы не будем понимать, зачем нужно было брать банальную тему и писать на неё Месс. Да, люди, не идиоты. А Месс Льём РМС столько, сколько у меня пальцев. Ни на чём мне хватит. Понимаете? Это алхимия. Это прима материя. Низведение... Берётся что-то Сатурн, да, берётся свинец, разлагается до уровня прима материи, и перевеществляется, создаётся золото мудрецов. Ну, если человек этого не понимает, то ничего не понимает. А те же великие композиторы той эпохи, типа Михаэль Майя, ну это крупнейший алхимик, который создаёт трёхголосные композиции, где один голос серый, другой соль, третья ртуть. Понимаете? Это алхимиковый закон. Потому что алхимия – базовая дисциплина после теологии в эту эпоху. Ну, пойдём дальше. Почему? Когда появляется инструментальная музыка и когда хор подходит на второй план? Когда появляется клавишка? В широком смысле этого слова. То есть инструменты клавишные. Я сказал уже, арган – это примерно пятнадцатый век. Клавесин, как инструмент, распространённый чуть позже. Вот. И первые клавесинисты – это великие мастеры хорового письма. Свелинг, Бёрд, Вильём Бёрд. Чем они нам интересны? Вот если брать раннего Свелинга, вы посмотрите инструмент. Называется пьеса, допустим, токата. А реально она токата только потому, что токара – это предосновение. Потому что её играют и напоют. А так там просто столб. Вот. А она проще, чем хоровое письмо. То есть клавесин оказывается зависимым от хора. Но очень быстро люди-то всё-таки талантливые, гениальные были. Они начинают понимать, что если он в пользу не тянется, и там есть текст. То здесь нет текста, здесь друг не тянется. Значит, во-первых, его нужно чем-то заполнить звуком, мелизматикой. А во-вторых, нужно как-то обходиться без текста. То есть конкретизировать мелодический начал. Который, естественно, в фольклоре-то всю жизнь был. Фольклор на этом основе. И появляются совершенно фантастические вещи. Вот в частности у Вильяма Бёрда, флейты и барабаны пьесы, с помощью Вёрджина, с помощью Клыни Сина, человек имитирует другой музыкальный инструмент. Вот до этого вы такого никогда не видели. То есть получается, один инструмент изображает другой. До этого вы ему сказали, зачем? Ну и возьми флейт и убежай, успокойся. А здесь один изображает другой. Это значит, ресурс инструмента, оказывается, не ограничен самим инструментом. Сам по себе тембр сопоставляется с контекстом. То есть самой мелодией человек может изобразить в лейте. Не играя на лейте. Это потрясающий прорыв. Опять же, мало кто это делает артем. То есть вот эта фитюлька. Фитюлька, которая идет три минуты от силы. Это революция. А Бёрд его параллельно писал Месс. У меня там энное количество дисков лежит, где полное собрание Месс Бёрда. Они вот в такой же эстетике, как у Паллистрина, как у Ласса. Вот здесь он не идет дальше, а вот здесь он делает параллельно. И идет дальше с Велиной. То есть формируется тема и не тема. И только тогда может появиться инструментальное письмо. И тут и происходит вслух. Вторая практика. Вторая практика от Матерой. Чек уникален в Матерой. И не тем, что он создал первую оперу. Первую оперу создал не он. Его опера относительно поздно появилась. По крайней мере, пальцев хватит, чтобы сосчитать. Были оперы. Больше пяти долларов. Но это первая опера, сохранившаяся в репертуру. Это опера, которая ставится очень часто. То есть вы наберете от Феи там в ТВ, где в Ютубе, то вы получите такое количество исполнений, сколько, конечно, других старинных операторов не исполняют. Но даже не этим он интересен. Он интересен тем, что человек ярко выраженно демонстрирует свыше недома. Хороший пример – это поединок «Танкада и Клоринды». Он написан на текст другого классика. «Тахватадас». «Тас» вот, ждем. Чем интересно это произведение? Там используется впервые. Там обычно пишут тремоло, но не совсем тремоло. Репетиция. Репетиция на ноте, потому что репетиции шестнадцатыми, но не есть это тремоло. А второе, что используется в Пицце. «Тахвата» на струну с ручковым инструментом. Это революция. Понимаете? Опять же, по логике того времени, все умеют играть на все. Если нужен плекторный звук, возьми людьми. Отложи скрипку, возьми людьми и играй дальше. Если нужен репетиции, то это вообще уже совсем катастрофа. Зачем звук один и тот же повторять? Его повторяют тогда, когда скучок закончался. И вот те люди. Слышание того, что повторяемый звук и протянутый звук, не одно и то же, появилось у моделей. И почему до этого не было этого слышания? А потому что хор не может репетиции делать. А вот такую систему, о которой я вам первое лето звал, настолько блокированы люди были первичностью хора, что они не слышали этих возможностей. И Монтеверде пришлось применить дар великого убеждения, чтобы убедить музыканта в свое время повторять одну и ту же модель. Там этого не так много. Но на этом основан стиль, концертный стиль, да, стиль концертных Монтеверде. Он и в вокал это вводит. Повторение одного и того же звука. И отсюда и появляется новая практика. Практика, которая так или иначе живет по сей день. То есть опера, опера какого возрождения античной Греции. Кстати, тоже любопытная. Получается, Монтеверде живет в эпоху барокко, а занимается, по сути, возрожденческой практикой. Музыка с какого-то момента начинает неожиданно отставать от других искусств. Здесь уже давным-давно установилась барокко, начиная с Макеланджера до Караваджера. Здесь параллельно, в принципе, возрожденческий финанс. Классицизм в музыке, ну что такое? Ну, самое раннее, Хольцбауэр. Вагензель, Хольцбауэр, они не раньше. А вот к этому моменту Николай Пуссен уже давно почерпил. То есть классицизм. О, в других областях искусства фактически насолят раньше свои свои. А тогда, когда творят Вагензель, Хольцбауэр, Рихтер и Баккерини, там Фюзли пишет свои романтические картины. То есть музыка начинает притормаживаться очень сильно. Хорошо это или плохо, это не мне судить, это факт. Просто так, есть. Да, так, но есть. Интересно это отметить. Что происходит дальше? В эпоху Монтемерде складывается первая партитура. Партитурами это тоже назвать нельзя. Это дирекционный. То есть это пятисрочник, в котором выписана вся совокупность голосов для неопределенного состава исполнителя. Да. То есть почему для неопределенного? Потому что не было нигде одинакового состава. И в каждом конкретном месте, где ставилась эта опера, Капельнестер подбирал тех, кто должны были исполнять. И здесь в интернете впереди планеты всей, потому что иногда в этом дирекционе он выписывает следующее. Он подписывает где-нибудь «Laudi traveste». Значит, вот здесь желательно, чтобы все-таки были пленены. И так далее. Хотя, партитуры эти не определены. Я скажу опять же, наверное, кромойную вещь. Так как они были рассчитаны на постоянное обновление инструментария самим автором. Затем и записываем таким образом. То есть и сейчас играть эти партитуры, хоть большим симфоническим, хоть народным, хоть на рок-инструментах, эстрадных, электронных инструментах, никакого противоречия первоначального запаха композитора не будет. Самое главное, чтобы вокал покален не был. Тот, который предполагал эпоху. Инструментарий не принципиальный. Говорю, ходите интезаторами. А вместо архилюдней, ритм-гитары. Это противоречит эстетике эпохи, но не противоречит динамическому аспекту партитуры. Какие это были партитуры? Там очень интересный такой момент, у меня тоже есть по нему мысли. Верхний голос понятно, что это хлорина. Ясный, светлый. Назывался просто хлорина. Вне зависимости от того, какой инструмент. Но так как в хлорине обычно это трубы, то, ну, логично надо играть. Дальше идёт голос альто-е-бас. Нет, дальше идёт голос квинта. Пятый. Вот казалось бы, почему квинта, да чё там? Квинтами надо играть. А вот в нём кроется загадка следующего голоса. Это у нас четвёртый квинтастик, да? Третий голос назывался, третий сверху альто-е-баса, да? То есть высокий и низкий. Так вот, если мы принимаем, что высокий и низкий это два голоса, то квинта снизу будет как. И это банально просто обозначение пятого голоса. Потом шёл, соответственно, бульгар, простой и ваз. Собственно, ваз. Вот так состояла партитура. То есть партитуры, в полном смысле слова, это назвать нельзя, но и оркестры как бы того времени, если смотреть просто отчёты, документы эпохи, они были очень большие. То есть понятно, что это не пять инструментов, это большое количество инструментов, по пять источников. Что происходит далее? Далее происходят две очень важных вещи. Постепенная кристаллизация тематизма за счёт введения общих формодвижений. У Монтеверди этого ещё не было. Монтеверди чётко определяли тематизм. Тематизм, по сути, близкий к фольклорной, к народной традиции. Много общих формодвижений нет, а значит в этих операх, которые иногда были колоссального объёма, например, опера «Честь золотое яблоко», там музыкального материала почти на шесть часов. Без антракта. Где-то шесть часов музыки, представляете? Но это номера по две-три минуты. Отселы. Почему-то, потому что, ну что такое, если у нас есть только тема, да? Но мы её можем повторять именно до бесконечности ещё. А минимализм это опять существует. А. Поэтому, если сейчас кому-то кажется, что там творчество Антонио Ревальди и композиторы от этого времени, оно примитивное, оно действительно многие его вещи воспринимают как примитивное, то тогда это было вообще революцией. Человек создаёт, по сути, и утверждает общую форму движения. Понимаете? Естественно, он был захвачен этим открытием и использовал их иногда ничего в общей форме движения. Это дорого. Но когда появляется ярко очерченная общая форма движения и появляется, по сути, фуга как таковая. Да когда есть тема и интерведиа. Потому что фуги там, адабаховской эпохи, старые фуги, там ничего кроме темы не было. Тема из голоса в голос перешла, из голоса в голос закончилась, всё. А что ещё с ней делали? Слуха меняется. Когда появляется интерведиа и появляется та работа мысли, которую вы знаете по фугам лоха. Тогда и складываются принципы инструментального письма. Таким образом, инструментальное письмо в том виде, в котором мы его знаем, можно считать и с момента появления общих форм движений. Потому что до этого нельзя отличить тему от не темы. И появляется биение процесса. Появляется там кончерти-гроссе Карелли. Есть разные способы, есть тема, передачи. Соли и дульти обыграли, повторили тему. Вставили какой-то внедематический кусок. Опять тема. И уже появляются достаточно большие формы. Ну чё там? Восьмое кончерти-гроссе из шестого опуса Карелли. Протяжённая композиция. Протяжённое многочастное сочинение. Что происходит параллельно ещё? Люли создаёт впервые в истории первый сбалансированный состав оркестра. Появляется струнный смычковый оркестр. Чем струнный смычковый оркестр отличается от консорта, которые были до этого? По совершенно иным подходам к тематизму. Консорт копировал хор. С появлением клавесина место парадигмальное хора занимает клавесин. А почему клавесин? Вы понимаете? Любой инструмент существующий может сымитировать звук клавесина. То есть отрывистый звук. А вот клавесин сымитировать звук другим звук не может. Он не может протягивать звук. Соответственно все начинают плясать под клавиру. Это классицистские штрихи, барочные штрихи. Это штрихи танцующие от логики клавира. От логики чангова. Оттуда вся эта эстетика трочечек классицистских и так далее. Эстетика мелизматики. Потому что это единственная возможность дления звука на клавесине. И это просуществует очень-очень долго. Это просуществует практика до момента вытеснения хранисина прообраза Рояля. Примордиальные Рояля. На первой Рояля. И если в музыке Гайна, там не знаю, лондонские симфоники. Второй приезд Гайна в Лондон. 90-е годы. Уже Моцарт скончался. Он дирижирует свои симфонии, сидя за Роялями. Понимаете, если он сидел за Роялями, потому что ему сесть больше не будет. То есть он на него чего-то играл. А если вы посмотрите этих партидур, то там нет Рояля. То есть практика вот этого генерал-баса, практика заполнения гармонического начала на клавесине, она осталась даже когда уже по сути клавесин был вытеснен другим инструментом. Да, это и такой Рояль, который мы знаем сейчас. Но это уже и не клавесина. То есть вся эта музыка, музыка Моцарт, Гайна, конечно, сейчас исполняется не совсем так, как она звучала в ту эпоху. Я вам пример просто покажу забавный. Вот, допустим, у меня есть Хафтнагарская симфония. Она из последних симфоний Моцарт, 35-х. И есть еще вот у меня вот Хафтнагарская, вот Хашская. Позди, позди, замечательное сочинение. Как записана партитура? Вверху струны и смычковые инструменты. Скрипки первые, вторые айты. Далее все подряд, в кучу. Духовые, ударные, как придется. И внизу басы, то есть велочили, как басы. Почему оно записано таким образом? Оно записано таким образом, потому что по партии галончели и контрабасы, при отсутствии духовых инструментов, клавесинист играл их партии. Левой рукой бас, правой рукой отсутствующие духовые. То есть микро-клавес такой. Более того, я вам, может, раскрою тайну, а может быть и нет. Но вот аналогичная логика просуществовала до Паксифоля Вагнера. Вагнер выписывал строчки вокалистов у хора над партией галончели и контрабасов под альтами. А почему? Потому что вокалисты начало строить голос от баса. А клавиров они делали, клавиров потом стали делать. Берется партитура, тычется пальцем, ноткой, и подстраивается вокальный строчек. То есть своего рода микро-клавеса можно учесть эту. То есть партия, логика генерал-баса существовала даже у Вагнера, у которого уже там ничего близкого нету с той традиции, когда она появлялась. То есть все происходит не совсем так, как складно и гладко это сказано в учебнике. Я сейчас просто привожу более такие эпатажные факты. То, что вы знаете, вы так знаете. Это не значит, что все неправы и учебники неправильны. Но они показывают только одну сторону, а я показываю другую, которая лучше существует. Понимаете? Что происходит дальше? Казалось бы, вот Люли создал струненный оркестр, у Карелли уже он раскрылся во всей полноте. Казалось бы, уже все слышат, все слышат и используют инструментальное письмо. У Карелли как-то спросили, почему он не использует скрипку выше рот ими третьей октавы. Он сказал, потому что вы же спеть нельзя. До сих пор существует татана. А это уже, это учитель Генгеля, понимаете? Уже совсем другая эпоха. Что нам дает эпоха Баха и Генгеля? Эпоха Баха и Генгеля дает следующий интересный элемент. С одной стороны, кажется, Бах автор Чиконы, что может быть более яркого доказательства тембрового слышания человека. И тем не менее, если мы возьмем важнейшее для него сочинение, то есть письмо, страсти, слушаем первый номер. Потрясающая партитура, здорово, расуспиратуро. А потом открываем дальше. А там харал. А что такое харал? А харал это когда каждый играет какую не видит строчку из четырех. То есть, с точки зрения религиозной соборности, наверное, это здорово. Но с точки зрения инструментовки, это ее отмена. То есть, харал демаркирует отсутствие инструментовки. И то, что в горе-буху это нерезавое ухо, говорит о том, что представления о тембровом слышании были очень далекими от наших. Если вы посмотрите, не знаю, там, второй брендингузский концерт, то, понимаете, если вы будете его слушать в записи, скорее всего, там микрофонами все будет хорошо. Но когда поверх флейточки, играющей в среднем регистре, труба клавина, гвоздит в третьей октаве ноты, аккомпанемент, то от этого соло-флейта ничего не остается. И это никого не напрягало. Потому что музыка на бумаге была сложа. И это не значит, что Баха плохо инструментовал. Да, такой вывод мог бы сделать, допустим, Гавский. Где Бах хорошо писал, Бах еще лучше писал и так далее. Я таких выводов делать не собираюсь. Я не собираюсь Баха с Шестаковичем. Я собираюсь сравнить Баха с его эпохой. В его эпоху он слышал лучше всего. В его эпоху. И даже в том же самом втором грандинбургском концерте, в первой части, фанфара, тататам, есть только у трубы. Понимаете? То есть даже когда в эпоху полифонического письма, когда голос переходит в любую другую строчку, с тем же самым музыкальным материалом, тем не менее есть материал, который раскрывает тембровую специфику того или иного слова. Да, он не слышал еще баланса. Да никто в его эпоху не слышал баланса. И вот с одной стороны есть у того же Генделя Самсон, а с другой стороны есть музыка Фейерверка. И если ее сыграть так, как она написана, простите, там тоже ничего страшного не будет. Там лишнюю струю. Да, потому что там почти с полуховых. Там по двадцать говорев на партию. Представляете? А партию много говорили. То есть можно, конечно, считать Генделя создателем духового оркестра, концертного духового оркестра, а можно просто сказать, что в углу и в углу не слышали баланса. И именно этот баланс, или как выразился великий философ в нашем дне Лен Бадью, а что такое классицизм? Классицизм осознал пустоту, которая была обнаружена в двух барокках. Да, то есть в эпохе барокко все было, но не было формы. Форма во всех смыслах этого слова. В четкой структуре. Если вы посмотрите на произведения барочной архитектуры, и потом посмотрите просто на какой-то Версальский парк, вы поймете разницу. Предельно для упадающейся. Всего и вся. Господство интеллекта, господство рации. И это и приводит к появлению классицизма первых унифицированных составов оркестра, выходя за рамки струнного свечкового. Все-таки струнный свечковый, да, это уже не концерт, но это поднаслее концерт. Симфонический оркестр, который появляется в эпоху классицизма. Первый унифицированный состав, состав Самартини, или классицистский состав, это два каких-то деревянных духовых, два каких-то бедных духовых и струнный оркестр. При этом, естественно, у духовых были автономные все-таки партии. Они не столь значительные, но автономные. Почему каких-то говорили? Потому что могли играть и на Гавуэр, и на Флейте. Могли играть и на Трубах, и на Валдорнах. Это все работает. Кстати, очень мало кто задумывается еще на такой момент. У Моцарта, вот если в партитуре смотреть, литавры симфония ре-мажор. Литавры ноты до и слой. Это не значит, что эти ноты играют. До это тоник, а слой это не на. А подстроят их по слуху, тот, кто играет. Поэтому просто один раз как-то включил запись. Такой сорт аккорд, красивый. Твой родительский, да? Прелесть. Ну, в общем, так и звучало. То есть это показывает специфику письма. То есть мы привыкли, что Моцарта издают полностью лопаченного, переделанного, да? Как и у Мисковского или Шостаковича практически тут. Да не позже. Тогда писали вот так. Если человек что-то в текстологии понимает, он будет, конечно, на этом работать в своей практике. Вот. Что происходит в эту эпоху? Вот этот классицистский состав. Если посмотреть многие ранние сочинения симфонии Моцарта, вот всегда этот состав. Два деревянных, два метра. Летал в лес и струны. Но, если мы открываем, допустим, первую часть, может быть, два гобоя. Вторую часть открываем, потом две плеют. Опять встает вопрос, что это? Типа в первой части плеют и сидели, отдыхали, да? А во второй части гобои отдыхали. Да нет. Люди одни и те же играли. Откладывали гобои, отдыхали плеют и играли. Сейчас, к сожалению, это повторить достаточно проблематично. Да. То есть это не нерациональное использование ресурса, а владение разными настроями. Это идёт вот от симфонии Самартини, прежде всего, и уже дальше Рихт, Хольцбабер, Вагензайли, Гагарин, Монсон. Вот это. Дитлент снова. И так далее. Чем интересен этот состав? Он универсальный. Он позволил музыку, написанную в Италии, исполнить в Англии. Написанную в Англии, исполнить в Париже. И так далее. Появляется коммуникация. Коммуникация не с перелопачиванием всего текста, как опера эпохи Монтеверди, а с сохранением инструментовки. И вот тогда и начинается её полное осознание, её слышание. Когда она везде исполняется одинаково. Естественно, тут колоссальную роль сыграла Монгеймская школа, но тут отрицать это нельзя, потому что оркестр Станец, это не просто Станец хорошую музыку писал, Станец сделал лучший в Европе оркестр. Во-первых, у него без перчаток играли, а там уже преимущество перчатка, конечно, струнники играли. Это же фиглярство из перчаток при придворных особых показывалось. А представляете, какая интонация была на струнных случковых инструментах, если в перчатках играть? С этим глюк боролся, зло, сильно зло боролся. У Станец играли без перчаток, и у Станец в лучшие годы был оркестр 45 человек. Для сравнения, на примере у Белегрина Вагнера было 53 человека. А состав у Станец и у Вагнера разный. Совсем, да, вот это такое Станец, вот это такое Вагнер. Лучшей в Водру Станец было 3-ти струнников, больше дружины духовиков и удовольствий. Колосая проекция, которая и сыграла вот эту роль катализатор. Люди писали, а потом это игралось везде. Таким же составом. Вот это самое главное. Таким же составом. И тогда и появляется уже инструментальная письмо иного уровня. И, наконец, новый этап, который можно маркировать, это, конечно, замена колесина на фортепиано. Когда появляется, наконец-то, фортепиано, пускай первичное, там, Кхаммер, клавиш или его предшественники, он уже притесняется из оркестра. Он плохо сливается, чисто темпорально. И он переходит в роль концерта. Пишется концерты, большое количество концертов для фортепиано с оркестром, но уже не играются партии на нем в оркестре. Или почти не в оркестре. Таким образом, оркестр освобождается от диктата штрихов клавесины. И появляются те возможности, которые мы знаем по синхронической партитуте. Во многом здесь свою роль сыграл, конечно, Ветховер. Все, опять же, любят жалеть Ветховера о том, что он оглох, но абсолютно не факт, что он бы что-то сделал столь ценно для культуры, если бы не было. Потому что оглох, он, конечно, не за секунду. Оглох, он постепенно. И как человек, который уже обладел мастерством полностью, он быстро подсуетился. Что нужно? Разработать такую систему, которая позволит корректировать и контролировать баланс в оркестре, не имея прямого слухового контакта с ним. То есть он создал функциональную инструментовку. Появление функциональной инструментовки абсолютно гарантированно точно связано с его глухотой. Потому что ранний Ветховер, например, его переложение девятой фортепианной сонаты для струнного дворцета, авторское переложение, показывает то, что он склонен был к колористической инструментовке. Он не пользовался функциональной инструментовкой. К функциональной он пришел по необходимости. Потому что только она позволяла не слыша в реальном времени партитуру откорректировать баланс. Понимаете? То есть понятно, что он знал, как эти инструменты все звучат в совокупности. Ему нужно было баланс выявить. А он этого не мог. Им нужно было высчитать ту систему, которая позволяет это сделать, не применяя реального слухового контакта. Но он это сделал, а он эту задачу решил бестательно. И благодаря нему на 50 лет вся музыка последующая в Европе пишется в области функции анальной инструментовки. Та, которая мыслит каждое явление функции анальной. Есть аккорд, да, некий. Пульсирует он, не знаю, там, абертивы босы. Мы его разлагаем на гармонию и шестнадцатый инор. Как они будут распределены? Зависит от тех инструментов, которые мы это делаем. Но смысл сохранить пульсацию и гармонию. А не просто придерживаться, что это во что бы то ни стало, должны быть абертивы босы. И так далее. Вот суть двух словах, да? Профессиональная инструментовка. Что происходит дальше? Дальше происходят тоже весьма интересные вещи. В тридцатые-сороковые годы Тя Бай Бён проводит свою реформу в Лейдере. И это не просто было тоже мелкое локальное явление. Это была настоящая революция. Что сделал совсем по-простому Тя Бай Бён? Тя Бай Бён расположил клапана на инструменте не исходя из удобства их, да? А исходя из акустических возможностей. С двух инструментов стал красивее, совершенно. Тя Бай Бён высчитал, рассчитал другого инструмента таким образом, что она стала почти идеально чистой. Т.е. интонация повысилась резко. Все отверстия были покрыты клапанами. Таким образом резко повысилась техника исполнения. И, наконец, он инструмент, т.е. влейду отливает из металла. Т.е. достаточно известная такая буддистская книга каамов называется «Металлическая плейта» или «Железная плейта». Но смысл вот этой металлической плейты был в том, что это то, чего быть не можно. Т.е. смысл Каана всегда хлопок одной лагони и т.д. Т.е. в эпоху, когда создается этот трактат «Китай-Япония», смысл в том, что металлическая плейта – нечто абсурдное. А Т.е. Бай Бён создаёт металлическую плейту. Я просто хочу показать, насколько это революционная идея. Это революционная идея. Были попытки из стекла, да, разные были попытки. Но что в совокупности это дало? А все признаки европейского романтического концертного письма. Громкость для новых больших залов, чистота интонирования, виртуозность и красота звука. И это же начало перетаскиваться на все существующие музыкальные инструменты. Бой, кларнет, появляются саксофоны, разновидности этих инструментов, хотя Бальков сам Альтовый флейт ещё создается. Но это 30-е и 40-е годы, конец реформы, 50-е – это уже Альтовый флейт. Когда это сказалось? Ну, позже, 60-е, 70-е. И вторая фигура – это сакс, конечно, с его реформой. Она отчасти произволна от Бёрденской, но отчасти она уникальна, потому что появляются все эти инструменты, которые, мы знаем, медные духовые, в нормальном виде, в том виде, в котором мы привыкли. Появляется, наконец, нормальная опора, бас, туба. Не офиглеет, не серпент, да. Полноценный бас для тромбона. Не контрфагод, как Гайден использовал, да, три тромбона, контрфагод. А именно туба. И с этого момента появляется новый оркестр. То есть у Петховина впервые складывается, помимо функциональной инструментовки, собственно, оркестр, то есть с группами. Деревянные духовые, медные духовые, ударные керки. В девятой симфонии со своей автономной сольной партией. Там два момента только выделим. С керца, где литавры играют сольную партию, мотив, да, основной. И медленная часть, которая завершается интервалами на литавых пьянисе. Понимаете, раньше, зачем можно было использовать литавры? Литавры суть какая? Акцент на акцент. На худой конец, если две литавры, но громкий акцент. То есть услышать, будучи глухим, то, что литавры, это музыкальный инструмент, который может интонировать интервал, знаете, это покруче, чем сцена в полях у Берлиноса. Это уже вызвано. Если бы не было вот этого, не было бы сцены в полях у Берлиноса. Потому что одно дело услышать из инструмента, который принимается как шумовая кастрюля, инструмент тембра, и из интервала сделать аккорд, из интервала сделать аккорд вообще. Понимаете. А Петровина раньше значительно создали. Почти на 10 лет. Почти на 10 лет. Вот. Следующий виток, когда создали все медные, новые духовые деревянные, это тройной состав симфонического оркестра. Тройной состав симфонического оркестра, это не просто громче. Да. Смысл его не в этом. Смысл в отражении иной природы гармонии. Что такое двойной состав? Это значит некий бас, любой инструмент. Да. И надстройка из двух инструментов, составляющая интервал. То есть трехголосная гармония по существу своему. То есть двойной состав, это трехголос, на самом деле. А тройной состав, это четырехголосе. Септакорного положения. То есть тройной состав не для того, чтобы было громче, а для того, чтобы была иная гармония. А во-вторых, появляется, наконец-то, выходит на первый план, та самая колористическая инструментовка, которая могла бы занять лидирующее положение, если бы Метховен и Руха. Это была слишком заметная фигура в истории музыки. Да, за ним боже все. Появляются. Где она, прежде всего, слышна? Не у Верлиоса. Верлиос много экспериментировал с тембром, но колористическая инструментовка, он как таковой, не пользовался. Фигуры совсем другие. Римский Корсаков и, прежде всего, Григо. Казалось бы, неожиданно. Чуть позже у нас ляда. Когда колористическая инструментовка, в чем ее суть? Когда, предположим, музыка пишется для фортепиано, пишется так, чтобы она раскрывала его потенциал. То есть она является фортепиано. При переложении ее на другой инструмент. Она должна стать, предположим, на главном. Она должна стать настолько же кларинетовой, насколько она была фортепиано. Вот в чем суть колористической инструмента. Не в использовании транса, а в том, что сама суть инструмента заложена в партитуру изначально. Или как Гулес критиковал Стравинского в свое время. Кажется, говорит, такое впечатление, что ему каждую партию написал сидящий за этим пультом музыкант. Но он был немножко не прав, потому что партия Стравинского сложная. Но он был прав, потому что они раскрывают потенциал того инструмента, для которого они написаны. А как еще может прозвучать вместе скрипка и тромбот? С точки зрения функциональной инструментовки, это несовместимый инструмент. Один громкий, другой тихий. Играть интервалев они не могут. Выполнять функцию свою, да? Но они могут быть слышны, когда тромбон играет музыку тромбонную, а скрипка играет музыку скрипичную. Так появляются симфонеты начала 20-го столетия. Что такое симфонета начала 20-го столетия? Великолепная иллюстрация к принципам колористической инструментовки. Когда всех по одному, ну скрипачей там два первых сторон. Щелал, Берт-Миша, да, так и ансамбли. В каком-то смысле к симфонете можно даже историю солдата отнести камер на версию. Да и не камер на версию, а сам по себе балет. Потому что эти принципы там работают. Да это не совсем то, но принципы эти же там работают. И симфонеты просуществовали и существуют до сих пор. Что такое? Это ансамблевая музыка истириженная. Опять же, здесь нужно очень четко понимать, чем отличается ансамблевая музыка от оркестровой. Не количество музык. Бывает музыка сольная, ансамблевая и оркестровая. Четвертого не бывает, это не данный. Если идет речь об инструментальной музыке. В сольной музыке человек не ограничен в своих возможностях ничем, кроме своим вкусом и своими техническими возможностями. То есть его обводника абсолютно свободна. В инструментальной музыке ансамблевая человек получает колоссальные возможности благодаря использованию большого количества инструментов, но он уже ограничен вкусами и техническими возможностями ансамблистом. Он должен копировать. Это единый организм. И, наконец, в оркестровой музыке автономной оркотической свободой отдельно взятый музыкант в оркестре по сути вообще не обладает. То есть там выделена молчаливая фигура дирижера, который распоряжается балансами агогикой, не извлекая ни единого звука. Разделены эти функции. Исполнение и агогическое управление. Управление агогикой и балансом. Я, конечно, утрирую, чтобы просто изложить, но судьба. Таким образом, ансамблевая музыка, перенимающая принцип оркестровой, функционирует на МРФ. Это совершенно новый принцип письма. И он и раскрывается в симфониатрах. Там классические образы типа симфоненты или единицы. Концерт-концерт-концерт-концерт. Лондон-симфоненты. Сейчас в Москву к нам приезжали замечательные концерты. Или как студия новой музыки функционирует в консерватории Московской государства. И, соответственно, приходим мы уже ближе к концу, ближе к нашему времени. Это становление той партитуры, которую мы знаем. Колоссальную роль в инструментальной письме сыграла унифицированная запись лотного текста. Впервые об этом задумываются достаточно поздно. И вы, возможно, для кого-то даже были отцены тем, да, то, что я показал сейчас партитуру Монсерта, что они писали совсем не так, как вы привыкли их видеть, и что то, что вы видите, это работа редактора, а не отцена. И, соответственно, нотная запись, как она только сложилась, они оформили все принципы ее фиксации, стали издаваться книги на эту тему. Это 50-60-х годов. Именно в этот момент возникает первая костровая революция Хельмин Плахенов. То есть как только сложилось это новое письмо как система, оно полностью подошло. Хельмин Плахенов придумал такое большое количество новых инструментальных приемов, что, по сути, к каждому современному произведению прилагается такая книжечка, легенда, да, как это играть. То есть это полноценная революция, которую можно сопоставить вот с Монтеверт, когда он выводил пиццикаты и тремулы. Я говорю, там началась вторая практика, а тут начинается третья музыкальная практика. И, казалось бы, вот что еще может быть, что еще можно сказать? А происходит вторая музыкальная революция, революция Сальватора Шверина. Да, в основном в области флажелетики. Оказалось, что флажелеты на струне можно сыграть вообще где угодно. Просто другое дело, что в тех местах, в пифагорейских местах, оно дает пифагорейский строй, те тонны, которые мы знаем из пифагорейского строй, во всех остальных оно дает разные мультифоники, оно дает те или иные типы шумов. И эти шумы также являются, использованы в контексте музыкального произведения, являются музыкальными. Таким образом, получается, как только все оформляется, как только сложилась логика писания, допустим, нидерландской полифонии, да, высшей их формы, там полистрина, полигенди, выигравшей, да, право по музыке существования полифонической музыки, когда папа принял возможность полифонической музыки с прослушанным текстом. Есть такая легенда замечательная, отраженная великой оперой Фитцнера «Полистрина». Тоже, кстати, незаслуженно у нас в России не исполняемый, забытый, да. Фитцнеру приписывают, что он нацист, но он эту оперу написал 20 лет раньше, чем существовало нацистом, да. Ну, позднее его сочинение, ну, не играйте, так не любите, я не люблю нацистов, но люблю птиц, да. Да, одно с другим сопоставлять не нужно, да, это опера, потрясающая опера о потрясающем периоде в истории музыки. И получается, как только там сложилось, это взломал новый принцип, да, обновление. Я говорил сегодня уже о первой лекции, суть искусства обновления. Как только все складывается, появляется тотальная досказанность, выявляется то, там пустота, как называют Аля Бадью, пустота, которая раньше не была видна. И весь поток смывается вот в эту дыру, которую пока не залатаю, да, там обнаруживается другая пустота. И первая практика, это, конечно, от Ноткера или от Пиротина, я бы скорее от Пиротина считал, но Ноткер не композитор, Ноткер автор религиозных секвенций, по сути, культовых. Это культовая музыка, это не музыка, это иллюстрация культа, вот так скажем. Да, а Пиротина, это все-таки композитор, именно композитор. К Пиротину до, условно, Павистрин с Веллинком, хоровые композиции. Следующая, вторая практика, это Монтеверди до, а естественно все внахлёстке, да, но она и сейчас, кто-то работает во второй практике. И третья практика, это слышание, если в первой практике появляется слышание интервала, постепенно, во второй практике слышание аккорда, естественно, во всём его многообразие до кластера находится, то в третьей практике появляется понятие музыкальное событие. Музыкальное событие, то есть аккорды, его наполнение, распространение, мыслится, как некое единство, некая целокупность, как учил воспринимать музыку тот же Хельф Вагена. Он приезжал к нам в Москву, он очень интересные лекции читал, он учил слушать современные музыки. Он отделял вот это событие, вот это следующее событие. Их надо воспринимать в единовременность. Пока вы не можете этого сделать, вы оказываетесь в ситуации, человека, который не слышит интервал, а пытается послушать пиротину, или послушать пилистрюлю. У него от них как раз расстанется, да? Пиротину ещё ладно, можно так слушать, да? В позднюю практику уже никак такого не позволяет. И здесь то же самое, если человек не слышит гармонию, ну а как он может слушать Вагена? Он не понимает функциональную билоту этого развития. И здесь то же самое, если человек не слышит это в целокупности, а пытается применить к этой музыке предшествующую логику, логику второй практики, он не понимает, для него это не музыка. И он прав, потому что с точки зрения второй практики это не музыка. Сейчас поэтому уже и так редко исполняется в реальной концертной жизни музыка первой практики. Просто опять же с логики второй практики это тоже не музыка. Так что здесь просто нужно понимать, что музыка тоже феномен очень широкий. Если для человека Шаппел это музыка, то для него штаба нужна не музыка. И наоборот. А если человек признаёт ту или ту, понимая со стороны чем отрименец, это просто разные практики, их нет критерия, по которым их можно было бы сравнивать. Вообще так таковое. Вот, собственно, что происходит. И, наконец, последнее, что бы я хотел, где я бы хотел маркировать инструментальное письмо, неожиданный, наверное, ход, это появление логика. Собственно, и взорвавшее появление третьей практики, да, как таковое. Потому что, знаете, так или иначе, всё делилось раньше на локусы. Была традиция такая-то, традиция такая-то, вы отлично знаете из истории музыки, там, национальных композиторских школ и так далее. Первый раз вот этот у него рост национальный взломала Первая мировая война, да, но это не сильно подействовало, поэтому тут же пошла вторая. Главный вывод Второй мировой войны, то есть есть же и плюсы и минусы, есть трагедия, это понятно, это очевидно, но есть и плюсы, да, глобализации. Впервые появляется взаимодействие культуры. Человек начинает общаться с другим человеком, исходя из общечеловеческих совместей. Они начинают утверждаться на территории всего земного шара. Они так, что у нас так-то принесло, у нас так-то. Так что именно поэтому и здесь появляется реформа Хельмута Лахерна, после Второй мировой войны. Именно поэтому появляется реформа Сальватора Шрелина тогда, когда появляется интернет. Потому что это предел глобализации. Сейчас, почему вот то, что я вам читаю сейчас, вам до этого не читали? А это было невозможно. Культуру схватить как таковую можно только сейчас, когда появилась возможность всю эту культуру воспринять. Раньше все жили современностью, да, исполнялась музыка Баха. Почему же так много контактов? Да потому что никого старое не интересовало. Если живой автором надо написать каждому конкретному событию новую контакту. Постоянный процесс включенности в жизнь. А сейчас мы можем этот цифон охватить. Не только весь мир, да. Я вот захочу, наберу там музыку Турции, да, и послушаю музыку современной Турции. А что там у них сейчас на концерте играется? Я зайду хоть в режиме онлайн и послушаю, где это позволяет возможность. Они почти безграничны. И это будет только развиваться в этом направлении. И вот теперь-то и можно схватить это все как практики. Поэтому назад отката к практике второй не будет, поверьте. Это невозможно. Абсолютно невозможно. Поэтому человек, который цепляется за вторую практику, Это именно такая болезнь невротика выйти из клиники, да, потому что его петух склюет. Вот он боится там, что петух сидит, да, на дворе. И он знает сам-то по себе, что он не зерно, да, а боится выйти, потому что петух может этого не знать. И он все-таки склюет. Так вот, боязнь, видите, из второй практики, это аналитичное невротичное. Абсолютно аналитичное невротичное. И в день невротичное. Но своей природой. Поэтому от этого нужно избавляться, с этим нужно бороться. Иначе просто, ну, будет ретельно. Это абсолютно очевидно. То есть то, что не делается искусством, Штаггаузен показал мультикультурализм своими сочинениями. Его не восприняли. Шарахнуло 11 сентября. Не научил их оркестры, их научили самолетам. И это колоссальная трагедия. Но когда Штаггаузен выступил словами, что это есть величайшее сочинение искусства, которое было когда-либо, да? Он не был неуманным. Его неправильно поняли. Это был неуманным человеком. Он показал, что если вас не учат искусства, искусством для вас будет смерть. С тех пор вы не исполняли монетики. Понимаете? А что это значит? А это значит, что высока вероятность второго 11 сентября. Понимаете, когда человек закрывается, когда человек говорит, а, нет, не надо. Ну, оно же было зачем-то. Если человек хочет оценить это как трагедию, уважить, смерть этих людей, что оно было зачем-то, то нужно слушать музыку, искусство, а не взрыву. Понимаете? Понимаете? Иначе это просто будет, когда это 11 сентября будет в десятый раз, мы забудем о первом. Понимаете? Вот тогда это обессмысленно. А просто сделаны, мы были выводы прямо, и вот это страшно. Вот это очень страшно на самом деле, потому что в данном случае основание для третьей мировой, но не все имеются. Абсолютно все. Что можем мы сделать? Музыку писать, музыку слушать, музыку понимать. Потому что в триаде исполнитель-композитор и слушатель, и слушатель выполняет такую же фигуру, как исполнитель и композитор. Потому что важно не только написать, важно правильно исполнить. Важно правильно понять. Осознание – это сотворчество. И осознавая мы осознаем это не только для себя, но для всех окружающих. Вот как это сейчас главная и суть искусства. Поэтому и здесь нет какого-то у меня самохвальства, что вот я композитор, я там создаю, очень часто такое можно слышать. Нет, я благо дело все эти три образования имею. Но профессиональный слушатель – это музыкальный критик. Музыковед – это тот, кто может правильно понять и оценить. И это одинаковые по значимости явления. Есть такой потрясающий парадокс в аналитической философии. Число – мир человека. И стрелочки. Что что породило? Человек породил число, чтобы понимать мир. Правильно? Но с другой стороны откуда он взял это число? Из мира. А, взяв число из мира, он стал человеком. Это одновременно. И вот эта триада исполнитель, композитор, слушатель – здесь все творит все. Если не будет верного исполнения – не будет ни слушатель, ни композитор. Если не будет композитора – оно не готово играть. Да? И если, и сам, и не будет прогресса никакого. Если не будет правильного понимания – все предшествующее без смыслов. И исполнение, и зачинение. Сотворчество. Вот как бы что важно, цело. На этом я закончу сию длинную лекцию. Если какие-то есть вопросы, я лишь обозначил точки, как вы поняли. С каждого из этих моментов можно считать начало европейского инструментального исполнения. И все они будут правильными. Неожиданно, да? Потому что каждый из них… Это поэтому, когда вы встречаете там нацистов, не знаю. Этот-то человек там изобрел радио. Не верите. Этот человек что-то сделал на пути изобретения. Потому что до него было, может, он называлось иначе, да? Да и то, что он там сделал, навряд является тем же самым, что вы видите в повседневной жизни. Это цель. Это цель. И не может быть, что вот как будто свалился с неба, там открыл истину. Нет, он был подготовлен. Не нужно переоценивать себя. Мы там на одну сотую или миллионную часть только собой являемся. Все остальное – это общество. История, его память, его будущее. Наоборот, то, к чему он встретится. Вот эту часть себя теряет нам. И нужно уметь ее правильно использовать. У меня все. Есть вопросы, нет вопросов? Хорошо. Первый вопрос, который у меня относится к музыке, но вот так относится к жанру и тему юргипта. Мне интересен вопрос. Вы сказали, что это себе не получится. Может, вы знаете? Мне всегда было интересно. Откуда мы знаем, как произносились, я не знаю, иероглифы, имена тех же самых фараонов, кого были написаны? В транскрипции на греческие. Ну вот откуда? Как это не дает? Потому что греческая культура была уничтожена раньше, чем рухнула египетская. То есть египетская культура не только древней греческой, но и моложе. Египетская культура рухнула с разрушением Александрийской библиотеки, когда их присягнули. Ну то есть как это было? Вам сказали, что это записано иероглифами? Они как это? Они знали, что это читать, что до нас дошло? Двуизыщенные тексты. То есть иероглиф в переводе на греческий. Иероглифика в переводе на греческий и на латинский. И то, что мы сейчас произносим, это в зависимости всё от грека? Греческий достаточно особенный латинский. Латинский вообще без вариантов произносится. Достаточно простой язык. Почему он был споряжен по странам? А греческий он, конечно, монтировал. Греческий это не совсем то же самое, что мы сейчас знаем. Но, тем не менее, это не иероглифика. И это позволяет по словам прочесть, как это звучало. То есть поэтому в данном случае иероглифика достаточно чётко переводится. То есть какие-то, когда совершались находки, им нужно было помимо египетского записано? Конечно, потому что нужно было двухязычный текст. Двух или трёх песочных текст. То есть чтобы текст был написан и иероглификой, и сохранившейся в традиции письма. Но в данном случае греческий выделил латинский язык. Хорошо, спасибо. Второй вопрос был про дирижение. Но это просто, может, я не очень много знаю про дирижение Египта, но я знаю, по-моему, что, скажем, если он сам такой, они как-то импровизировали. Уже был дирижёр, по-моему, даже несколько было. Он какими-то особенными знаками показывал, что в это время играется и как. Это в данном случае что такое хирономия? Жест синонимичен, то есть это своего рода танец руки. То есть через пластику жеста человек раскрывает, что нужно исполнять. Это не совсем то же самое, что нотация. Потому что когда пальцы играют нотацию, это не нотация глухонемых. Это как бы именно своего рода пластика, танец, звуки, демонстрирующая природу. Что нужно играть? Ближе всего в фиксированной нотации, мне кажется, это можно сравнить с графической нотацией. Вот сейчас очень популярна эта графическая нотация, когда выписывается нечто, допустим, какая-то загоролина, как картина, допустим, до струнного квартета. И она должна быть настолько как бы пластично продумана, чтобы при каждом исполнении, так или иначе, этот квартет всё-таки оставался самим собой. Хотя нот там не использовала. Примерно то же самое, то есть жест раскрывает определенную природу. Нот вообще не было в традиции Египта, даже когда уже Фреция не появилась. То есть египетская культура бездомная, абсолютно бездомная. Это культура устной традиции. Всё глубоко устной традиции в области музыкального исполнительского искусства. А вот то, что мы произносили несколько раз, каан или что это было? Каан – это в дзян-буддизме так называется некая притча для размышления. Некое дзян-до такое, задание для ученика, над которым нужно поразмышлять, дабы отстраниться от рационального типа мышления. Потому что рациональный тип мышления – это всего лишь тип мышления. Это система. Для того, чтобы показать её относительность. Собственно, суть дзян в том, к чему я вас сегодня весь день пытался мучить, в применении системы как системы. То есть в ощущении надобности в использовании той или иной системы. А не в отстранении от интеллекта как такового. Но всё-таки учителя дзян были великие люди, интеллектуальные, образованные люди. А если бы они полностью отказались от мышления, наверное, они бы выглядели немножко иначе. Другое дело, что они подрывали их суть всё время. Интеллектуальное мышление, показывая то, что оно раскрывает лишь какую-то часть. Ну, типа как хлопок одной ладони, самый знаменитый. Или особенно нравящийся мне Ахан. Если у тебя есть посох, я дам тебе посох. Если у тебя нет посоха, я заберу у тебя посох. Вот это то, о чём я вас сегодня учил. Понимаете? Если у человека есть представление о этой вещи, он её получает. Он видит её в реальности. Если у него нет представления об этой вещи, почему заберу эти музыки? Потому что у человека это есть, а он этого никогда не увидит. У него это забирают, потому что у него в мышлении была эта вещь. И он её не видел. Поэтому в эпоху барокко была музыка барокко, а не было музыки классицизма. А потом появился классицизм. А потом романтизм и так далее. Когда появлялся посох, мы называли посохом. Вот как бы в чём суть. Этот канал очень часто неверно интерпретируют. Он интерпретирует как, типа, чтобы делать золото, нужно иметь золото. Но тогда не совсем понятно, имея в виду золото внутри золота, в химическом смысле слова. Тогда не совсем понятно, почему я заберу эти посохи. То есть, если есть посох, я дам тебе посох, там понятно. Если человек духовен, то ему можно дать ещё большую духовность. Но тогда не понятно, если у тебя нет посоха, я заберу эти посохи. Тогда не работает. То, как я проинтерпретировал его в Анну, оно работает целиком. Суть к Анну в том, чтобы уметь найти неожиданное решение для ответа на некую причину. Еще другой вопрос. Как относитесь к самовременной темперации? Потому что вот говорили о том, что та музыка, которая была много времени назад написана, как мы её сейчас играем, это не то, как это было. Потому что это не только от того, как, скажем, были на сколько раз эти навыки композиторские, а точно так же этого зависело, потому что раньше тот же самый рояль или что угодно, была совершенно другая темперация, поэтому всё по-другому звучало, и как бы они перестраивались, находили, когда слышали то, что, как террасы, скажем, то же самое, там, в хоре исполняется на инструменте совершенно другое, поэтому они были... Ну, я думаю, что ответ на ваш вопрос очевиден в данном случае. То есть, какой его... Правильное право подразоро я пришел дальше, чем мы называем этот проект. Ахтём, я сейчас отвечу, и всё. Если нужно, потом... Я думаю, что нам лезло. Я проведу трон через свою встречу, я просто на вопрос отвечу, и всё. Последний вопрос. Таким образом, я вам что сегодня рассказываю? Про систему. Про систему. Соответственно, к темперации я таким же образом пишу. То есть, как системе. То есть, должна использовать разные принципы. И к одной и той же музыке тоже могут быть применены разные. То есть, при исполнении Баха, как его играл Рихтер, ну, понятно, что это и другой инструмент, и другой отродится. Ну, это же прекрасно. Это своя система. Суть, чтобы найти ту точку отсчета от современности, чтобы Бах сейчас звучал так, как он может звучать сейчас. Если бы мы, допустим, услышали, как играет Бах, да, то вполне возможно, что нам бы это и не понравилось. Особенно не понравилось бы, как, возможно, играть там тот же Пагонин. Да? Но я сомневаюсь, что нас был бы восхитил сейчас. Но Бах должен звучать сейчас так, как он может быть востребован сейчас. Сейчас, благо, дело эпоху постмодерна – это разные модели. Да, это может быть аутентичная модель, может быть классическая модель, может быть романтическая модель, как играли Фуги Баха, ученики Лиза, да, эти записи, благо, сохранились. И то, и то, и то. В этом и суть. Вот, наверное, самое главное, что я еще сегодня не сказал и надо это сказать. Почему? Что такое постмодерна? Понимаете? До современной эпохи люди каждую эпоху создавали, по сути, букву. Но пришло время научиться из букв составлять слова. Буквы не может быть до бесконечности. Даже в санскрите их не бесконечное количество. Понимаете? Суть куристилистики, которая возникла, там сначала она, понятно, поскладалась в слова произносения, там шмидки, там все эти стыки слышны. А сейчас, ну, допустим, мало кто может понимать, что, допустим, я работаю в такой же направлении. Там, потому что этих стыков уже не слышно. Абсолютно. Потому что я могу претворить произведение живописи в сочетании с произведением синематографа плюс роман какой-нибудь музыкальный пиес. То есть функция структуры выходит на иной уровень. И эта полистилистика превращается из слов, из слогов, из букв слогов в слова. Только когда появились слова, можно говорить смысл. Новый смысл. Предшествующие все эпохи были детерминированы стилем. Композитор эпохи романтизма не мог выбирать. А он работал в этой эстетике. А сейчас мы детерминированы стилем. Стиль стал способом выражения. То есть мы до этого все были титанами. А мы наконец-то стали олимпийцами. Когда мы хотим свете, мы хотим не от свете. Вот что, наверное, самое главное в современном эпоху. Ее свобода. Фундаментальная свобода. Которую нужно понимать и через эту призму трактовать. Почему? Там многие говорят, что у автора это может не быть стиля в современном. Слава Богу. Стиль как таковой, как явление именно эпохаевого. Это пережитие. Это алфавит последнюю букву. Я сказали. Омер сказали. Теперь нужно работать со всей целопутностью. Составлять слова, составлять смыслы. Стиль стал углублением художественной выразительности. А не тем, во что я задам эпоху. Через эту призму вся музыка современности станет на свои места. И не будет разницы между, не знаю, современным Злонимским, который пишет, может написать пьеску в стиле эстрадного. Между Джоном Коррильяном, между Тернопольским и между какими-нибудь экспериментами Савватора Швейна. Это все современные композиторы, работающие в контексте постмодерна. Их объединяет сама эта смода. Не нужно другой общий человек. Вот что это было, наверное, самое важное. Все. ulfilling накладку. Ник고ero. Нужно… Продолжение следует. just, можно найти эстрады. evaluation лобки лопists и Commanders… Если вы увидели эстрал, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...